Действовать нужно, не привязываясь, не любясь, не любясь, просто выполняясь в любви. Это человек. Понимаете? Главное в вашей жизни не мой лартофель. Нет. Главное вам понять, что такое скромность. Чаще всего таким людям я не нужен. Понимаете? Которые так могут легко зайти к старшему и перед всеми как бы попросить автографа. Чаще всего людям таким нужно самоутверждение. Им я не нужен и вы не нужны. Этому не поставили. Кажется, вроде бы здорово, да, человек хочет автограф получить, но это не то, что ему надо сейчас на самом деле. Те слова, которые он сказал, более важны. Видите, я огорчен немножко, да? Это означает, что я не выполнил перед ним свой долг. Потому что я должен был призвать своего наставника, вот что я сейчас делаю для того, чтобы справиться с этой ситуацией судьбы. То есть я должен был с любовью сказать этому человеку, а не с чувством превосходства, которое я испытывал, когда вы смеялись. Видите, как трудно выполнять свой долг. Но если ты сразу не выполнил, то надо выполнить потом. Вот я сейчас догонку, как бы хочу ему сказать то же самое, но по-другому. Потому что ему действительно в жизни это надо. Им нужно вот это вот чувство такта и скромности, которое дает ему победу над собой в своей жизни. Но это возможно, если я без любви, то есть это называется не любовь, без привязанности и ненависти отношусь к этому человеку. А просто живая служит ему. И это дает настоящее счастье в отношениях. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? То же самое касается личной жизни, но еще в большей степени. Представьте, если сейчас мне было трудно к чужому человеку как-то отнестись правильно, как трудно это сделать в личной жизни. Когда у нас уже есть привязанность, когда мы уже хотим наслаждаться отношениями. И поэтому мы страдаем. И поэтому каждый человек должен заранее знать, что он не сможет сразу справиться со своей судьбой. Ему придется страдать в отношениях близких и придется каждый день в молитве прощать и просить прощения. И возвращать ситуацию назад надо. Назад означает к одному моменту очень важному. Вот смотрите, Бог нам уже все дал. Он очень нас любит, поэтому нам дал эталон понимания близкого человека. Этот эталон находится в первом взгляде. «Первая любовь моя земная, Утро мою глаз, Я тебя совсем ничего не знаю, Вижу первый раз». Понимаете? То есть, это чувство не мое. Оно отъет от Бога. Когда человек видит любовь, чистоту в человеке, красоту в нем, то это нужно для того, чтобы это запомнить на всю жизнь. Это не нужно для того, чтобы наслаждаться сейчас этим, а нужно для того, чтобы запомнить. Потому что потом ты в человеке будешь видеть много чего другого. Трусы, ямную морду, там все прочее. Понимаете? Нужно запомнить эту чистоту души, которую ты увидел перед собой. И дальше каждое утро в молитве вспоминать. Это первый взгляд. Те, кто из вас не помнит этого, вы не знаете, кто такой близкий человек ваш. Потому что Бог открывает близко душу, близко человека сразу. Сейчас у вас души распахнулись здесь. Вот, не знаю. После того, об этом узнали. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что надо это запомнить. Я сейчас запомню вас. Как вот сейчас у вас души открылись, я вас запомню. Надо таким о людях думать, так вспоминать. То есть в молитве надо просить прощение и доходить до этого момента. Пока человек разгневан или обижен, или с неприязнью относится к разочарованием человека, то это значит карма сильнее судьбы. Но когда человек в молитве, думая о святом человеке, сначала забыть надо про своего близкого человека, думать о святом человеке в молитве и служить ему. Это служение ведет в сердце бескорыстие, а бескорыстие приведет к Богу, к трезвому состоянию. Потому что только бескорыстие нам нужно для того, чтобы получить знания. Бескорыстие, которое идет от святости, первое, что оно делает человеком, оно дает человеку успокоение. И человек уже не думает плохо о близке. А второе, оно ему дает знания. Почему эта ситуация произошла? В чем твоя вина? Знание в благости – моя вина. Знание в страсти – наша вина. Знание в невежестве – твоя вина. Понятно, да? Нужно только интересоваться своей виной. Не надо интересоваться, чем он виноват. Это не наше. Не то, что нам надо. Нам не поможет это. Потому что кандалы рабского кармы возникают, когда ты очень хорошо знаешь, в чем виноват он. Когда ты об этом узнал, ты уже на себя повесил эти цепи, которые не дают тебе возможность улучшить отношения. И так, у человека нет сил быть бескорыстным. Никаких сил. И признание этого является знанием, которое дает возможность победить судьбу. Приятного аппетита! Приятного аппетита!